Всем привет! Меня зовут Дмитрий. В этом видеоролике мы будем делать ароматного опарыша. И для этого нам понадобится подлива. Название я скрою, чтобы это не выглядело как реклама. Также нам понадобится сам опарыш, так как сейчас развести опарыш невозможно, то есть вывести. Поэтому мы используем покупной опарыш. Также нам понадобится емкость, в которую мы поместим. Итак, короче, приступаем. Берем емкость. Берем опарыша. Вот такого. Но для начала нам нужно создать некий раствор. Берем подлинный. Надеюсь, их вам не видно. Вот у меня чайная ложка. Сейчас добавляем это все дело куда. Все, что нам теперь понадобится, нам понадобится еще вода. Кстати, убедитесь, что в приправе, в вашей приправе нет соли. Соль опарыша убьет. Поэтому всегда, когда добавляете приправу подливу, посмотрите, сзади, как говорится, там пишут состав. Если есть соль, такая подлива не подойдет. Если соль нет, как раз, как говорится, все у нас будет хорошо. В этой приправе, которую использую я, соль нет. То есть подливнее приправе. Так, сейчас нам понадобится вода. И так, после того, когда мы добавили приправу, добавляем туда вот. Можно налить так, но я вот использую такие баночки, поэтому лучше всего использовать вот так. То есть раз ложка, два ложка, три ложки. В принципе, это будет уже достаточно. Так, банку уберем. Сейчас это все дело мы с вами перемешаем. Получится вот такого рода однородная жидкость. Весьма, весьма, весьма жидкая. Вот такая. Если, если видите. Хочу напомнить, что опарыш в жидкости не живет. То есть, если в жидкости есть вода, ой, в жидкости, в растворе есть вода, то позже выделится неприятный рода запах под названием омяк, и все, что там есть в этой баночке, или в любой другой емкости просто-напросто погибнет. Вот у меня образовалась такая штукенция. Сейчас берем опарыша. Будем добавлять понемногу. Добавляем его жидкость. Бамс. Бамс. Вот там у нас опарыш. Можно вместе с опилком, пока ничего страшного в этом не будет, в принципе. Пока так. Так. Итак. Опарыш убираем. Итак. Видно, там что-то зашевелится. Оставляем все это дело. Закрываем крышку и оставляем это все дело, как говорится, на полчаса. Этого будет вполне достаточно. Итак. Полчаса прошло. Опарыш находится здесь. Вот там он ползает. Я уже говорил, что опарыш не живет в жидкости. Поэтому, если я сейчас это все делаю так, оставлю, опарыш будет ароматным, но он погибнет. Поэтому возьмите на такой объем жидкости, к примеру, ну не примера, три четвертых части опилка. То есть, опилок, или опилки, опилок. Я уже вот баночки приготовил, объем. И высыплите все это дело сюда. Теперь опилок заберет весь состав жидкости. Вот так вот. То есть, высыпаем, высыпаем, высыпаем. Иными словами, чтобы баночка была полная. Вот так. Я вот специально вам показываю на таких баночках, потому что таких баночек очень много. И объем, и вот это самое все дело. И нормы, сколько примерно, легче, легче все показывать. И, конечно же, такие баночки, как всегда, легко переносить. После чего, все это дело теперь стряхим. Точнее, просто перемешиваем. Теперь, немножечко вот так оставим, чтобы жидкость пропитала опилок. То есть, опилок перемешался с этой жидкостью. То, что у нас есть в баночке. Не забывайте, что два вещества, такие как соль и жидкость, убивают опаржа. То есть, соль, как говорится, по-любому убивает суживую, а жидкость убивает опарыша в том случае, что выделяется аммиак, то есть, неприятный запах. Все бы с этим запахом сталкивались. Я, кстати, на YouTube тоже смотрел ролики некоторые. Там некоторые, как говорится, авторы используют жидкость. То есть, оставляют опарыша в жидкости. В дальнейшем, если вы завтра пошли на рыбалку, то есть, меньше, чем через сутки, то, возможно, ничего не произойдет. Но в жидкости опарыша больше, чем двое суток, вы сохранить его не сможете. Он просто-напросто погибнет. Ну вот. Сейчас скрываем банку. Как видите, опилок у меня фактически сухой. То есть, можно перемешать, и за все еще дело. Можно пальцем, можно ложкой. Давайте воспользуемся по-культурному. Все-таки ложкой. Если вы с жидкостью перестарались, то есть, переборщили, у вас опилок, как говорится, сырой, то советую добавить опилка сухого, чтобы это все дело, как говорится, выглядело сухо. То есть, опилок не должен быть, еще раз подчеркну, сырой. Влажный, еще да, но не сырой. Вот сейчас мы это все дело перемешаем. Ну вот. И теперь уже в этой, как говорится, смеси мы оставляем опарыша, как говорится, для рыбалки. И независимо от того, через сколько времени вы пойдете на рыбалку опарыша. Тем временем он уже до этого был пропаг. Теперь опилок все равно будет содержать запах. А те самые подливые. Запах очень ароматный. Жалко, что в камеру, конечно, не передается. И, как говорится, можно нацеплять дальнейшем уже его на крючок и уже ловить рыбу. Вот такой, как говорится, ароматный опарыш получился. Ну, поймаем сейчас, вот он. Побег. Ай! Убежал. Если вам видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дмитрий Бутров. Всем удачи, всем пока, не хвастаньте ши. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok